всем здравствуйте с вами на связи ели не я приветствую вас на своем канале огромная благодарность всем но вновь прибывшим на мой канал я всегда в комментариях вас приветствую отвечаю всегда всем в комментариях я очень рада что канал растет для тех кто вновь прибыл скажу вот такой информации те кто уже со мной давно знает это канал направлен на самоопознание на саморазвитие мы здесь работаем поэтому если вы хотите послушать какой-то расклад это наша мини с вами работа поэтому желательно да то есть я вам просто рекомендую вы делаете по-своему берите ручку и тетрадку заваривайте себе что-нибудь горяченького такого там чай кофе кто что любит устраивайтесь поудобнее и во время прослушивания неважно какая какая-то позиция неважно на что вы среагировали если люди которые смотрят полностью весь расклад все позиции в тот момент когда у вас появляется любая реакция любая эмоция вы ее отслеживаете отслеживайте в своем теле записывайте на какое слово то есть что появилось для вас явилась неким таким триггером записывайте в тетрадку это слово записывайте свою эмоцию где вы ее ощущали если вы пойдете дальше за своими этими эмоциями они вас отправят ваше прошлое в какие-то воспоминания той ситуации когда зародилась та или иная эмоция и неважно это позитивная хорошая да то есть мы идем за позитивными и понимаем откуда были посеяны и семена да что явилась первопричина либо за негативной вот и вслед за своими воспоминаниями за своими мыслями мы начинаем задавать вопросы да что я там ощущала почему именно я не знаю это слово меня за дело что там было не так что можно было исправить чему я в той ситуации научилась то есть задавая себе вот такие вот осознанные вопросы вы самостоятельно прорабатываете ситуацию это в теме тому что иногда в комментариях женщины пишут о том что у меня нет денег на психолога я не знаю как мне выйти из этой ситуации помогите так далее так далее то есть если вы не хотите приходить на результат если вы не хотите работать с психологом не такой возможности неважно какая причина и вот вам работа самостоятельно и работайте самостоятельно собой наблюдайте за своими эмоциями за своими реакциями и задавайте вопросы вопросы всегда должны быть нацелены на понимание ситуации до чтобы в ней разобраться что было причиной как я поступил как я мог поступить иначе что мне эта ситуация дала как она меня изменила кем я стал сейчас что я увидел что я узнала себе в принципе вот такие вот вопросы так у нас с вами вы сегодня три позиции позиции будут выглядеть вот так голубенькие красненькие зелененькие камешек первое второе третье кто-то мне написал в комментариях что функция которой я говорила о главах да именно там где внизу самого видео да вот действует где-то примерно там где мы навозим курсор на движок он нам показывает как ролик проистекает а по времени вот эта вот линия внизу до что она на телефоне не отображается на самом деле это не так она отображается везде будет вы смотрите расклад на компьютере либо вы смотрите на телефоне достаточно навести только мышку до на курсор и вам прям будет высвечиваться вот такие вот грани на вот такие вот главы они будут достаточно такой жирной линии по сравнению со всеми другими будет высвечиваться как белый да то есть если другие серые то вот это вот позиции которые выбирают она будет белой они будут сверху подписаны то есть заморочитесь немножко если вам так интересно но это работает то есть не нужно мне писать что нет это не работает все проверено прежде чем я что-то запускаю для чего это нужно да это просто помогает вам в тайм-кодах да то есть либо вы идете в описании к видео и смотрите тайм-коды либо вы просто наводите мышку на этот движок непосредственно по линии да и вам высвечивает где какая позиция вот и на компьютере и на телефоне я проверял поэтому первая позиция голубенькая вторая позиция красненькая третья позиция зелененькая расклад у нас вы называется по сценарию какой сказки вы живете сегодня мы будем улыбаться потому что я тестировала а предвали сильно этот раскат на себе смеялась конечно же очень вот напоминаю что этот раскат веселый хотя в нем очень много глубины как в принципе во многих других раскладах да как говорится в каждой шутке есть огромная доля истины ваша задача что мы будем работать сегодня вместе кроме того чтобы отслеживать эмоции и работать параллельно вы будете мне помогать с названием сказок и это будет очень удивительно если вы действительно включитесь в работу они прокрутите непосредственно на свою позицию и мне ничего не интересно и вот почему потому что если вы я буду называть какие-то сказки в своем видении да что и как мы проигрываем каких-то персонажей героев но у вас может быть свое видение вот если вы будете в комментариях делиться о своем видении персонажи которые я буду описывать либо сказки мы во первых увидим насколько многообразие на шмидла у каждого свое видение вот а возможно у кого-то и будут совпадать эти сказки вот и но это будет тоже очень интересно если с этим разобраться в общем работаем вместе я могу задавать вопросы и вы будете в комментариях отвечать на них если пожелаете ну для того чтобы действительно поработать и так сценарий какой сказки по сценарию какой сказки вы живете вопрос форме помогла мне сформулировать юлия с юлия тебе благодарю а идея была моя вот потому что я еще и в коучинге давно работала с тематикой а сказок потому что это тоже своего рода аллегория то есть сегодня мы будем использовать не только сказки возможно мифы возможно легенда не важно что да важно вот аллегорическое описание той или иной ситуации и так сейчас подумал вот так выложить или нет хорошо три позиции по большой да ну большой расклад будет но не важно в общем приготовились приступаем позиция номер один голубенькие камешек по сценарию какой сказки вы живете и так о чем ваша сказка о чем ваша сказка ваша сказка о неком таком персонажи название либо придумаете либо озвучите вы в комментариях где человек долго шел по своему пути и в какой-то момент знаете вот какой-то такой мудрец почему-то вижу мужчину вот старичок устал и увидел некий такой пинок 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 хотела сказать но пинок тоже возможно и вот он присел значит на этот пинок поразмыслить порассуждать что-то вспомнить о своей жизни о своем долгом пути что он прошел где он набил какие-то себе шишки вот но здесь сказка с героем таким достаточно зрелым я бы сказала да который на данный момент сидит вот значит на этом пинке и размышляет размышляет он возможно о своей любви возможно о чем-то таком приятном какие-то воспоминания о прошлом которые его радовали радовали которые его наполняли возможно какие-то действия он совершал вот и здесь вдруг неожиданно у нас появляется нашей сказки заяц да такой трусливый заяц заяц значит у нас белый вот старичок почему-то он мне знаете напоминает некого такого гнома у которого есть белая борода такая знаете вот этот вот колпак он невысокого роста значит старичок сидит на на пинке не вот и появляется в нашей сказке значит заяц белый заяц причем он прискакал к нему его знаете сказка возможно не знаю эта сказка так называется либо мультик был так союзное время вот где главный не рассказчик этой сказки был оля лукоя вот кто помнит я буду рассказывать насколько я я этот древний дракон вот там был такой знаете персонаж оля лукоя я любила рисовать и вот я его все время перерисовывала значит такой маленький кругленький только он не держал в руке посох а у него был зонтик значит вот который он не раскрывал и поэтому сказка ваша она говорится о каком-то повествовании да возможно вы являетесь главным героем своей сказки вот в котором в которой рассказываете либо любви либо взаимодействие с людьми о гармонии они что таком красиво приятном возвышенном не вот но периодически вашей сказке появляется зайчик трусливый зайчик хорошо вот об этом ваша сказка если это навело вас на какое-то название я жду в комментариях да что это может быть за сказком давайте я еще две карты вытащу уточнить да что же это за сказка вот ну эта сказка о каком-то мастере мастере своего дела да возможно у него был какой-то подмастерье возможно это был сказка возможно про какого-то кузнеца который кует свое счастье я не знаю название сказок вы пишете вот возможно здесь сказка идет о каком-то мастере например сказка про мастера или это не сказка как она называется про как вот в творца который подковал блоху вот то есть о таком искусном мастере да который создавал какой-то вот свое творение что-то такое ценное но здесь однозначно сказка о мастерстве о работе о вкладывании каких-то своих сил усилий и акцент был она на чем-то очень ценным очень искусным да здесь возможный речь идет о каком-нибудь ремесленники до кузнецы тоже может быть кузнец своего счастья ну вот сказка ваша об этом какой каким персонажем являетесь вы в этой сказке да то есть вы кто в этой сказке ну вы в этой сказке такое значит мифическое существо которое я не на может быть все афе может быть какой-то вот дух до элементарь возможно вы в этой сказке какой-то знаете вот образ либо некий такой идеал дымчатый который неуловимый который при прилетает либо знаете как еще в вашей сказке тот персонаж который наделен особыми способностями который вдувает в людей вот какое-то вот воодушевление я не знаю может быть это фея либо это может быть какая-то там богиня либо это какой-то вот образ но он знаете такой расплывчатый серо-дымчатый как например лампа аладдина да когда влазил джин и вот он был такой вот дымчатый и он значит как-то воодушевлял да я не знаю как он муза некая такая муза вот вы этот персонаж в данной сказке да может быть своей сказке значит дальше разворачиваем вы персонажа внутри к вы какая-то добрая фея либо такая знаете ведьмочка такая огненная либо но не баба яга либо такая боже колдунья может быть знахарка такая женщина очень огненная возможно здесь какой-то женский тоже образ но вот платье у данного персонажа но вот такой вот огненный да из огня сделано да может быть вы даже являетесь вот этим духом огня духом воодушевления муза такая очень сексуальная очень яркая которая зажигает вот это вот значит мы можем перейти к мифологии да и здесь может быть например богиня афродита да вот что-то такое знаете очень сексуальная очень яркая очень огненная ну мы понимаем да герой здесь ваши сказки очень много нет вы такой вот персонаж какие еще персонажи присутствует вашей сказке так ну значит в вашей сказке присутствует обязательно какой-то мудрец либо какой-то мужчина этот но это может быть знаете дракон который живет несколько там столетий и вот он отвечает за справедливость за правильность к нему приходит за ответами за какой-то вот мудростью да что то вот такое либо ваши сказки есть герой как царь соломон да то есть кто-то очень правильный кто-то очень мудрый либо здесь допустим может быть мерлин да то есть герой который знает ведует все законы а знаете мне еще здесь идет какой-то вот такой опять-таки кругленький персонаж я не знаю почему кругленький вот значит он сидит в каком-то там офисе а может быть и не кругленький может быть как кузнечик что-то такое вот но главное что он у него вот очочки вот эти вот кругленькие и он сидит значит за каким-то столом офисным и перебирает какую-то книгу там может быть это книга свод каких-то правил да свод каких-то законов и вот к нему приходят ну а значит за советом за решением и он говорит час я вот прочитать знать такая серьезная такая что там ну может быть как у таракана вот такие вот усы длинные да как антенки и которые значит читает так интересно я вам описываю сейчас кого-нибудь из своих знакомых узнаете читая значит эти правила как нужно жить что нужно делать вот прям где есть ну вот как некий такой судья а значит следующий персонаж который есть ваши книги ваши книги ваши сказки это значит стрекоза значит вспоминаем сказку этот как и называется не были на может забыла но неважно сейчас не буду сосредоточиться чтобы из потока не выходить про муравья и бабочку которая лето красное пропела значит у вас есть два таких персонажа скорее всего а может быть это ваша подруга которая все вот летает от цветочка к цветочку и потом приходит к вам и жалуется что я ее бросил это значит муравей не очень хорошо с ней поступил в общем есть вашей сказки вот такой вот тоже персонаж такая вот бабочка легкая может быть стрекоза вот которая летает туда-сюда собирает молодец а потом значит расстраиваться то почему я вот вкладываюсь а этот вот муравей гаденыш ничего мне не дал вот есть еще персонаж вашей сказки здесь может быть значит персонаж подводного царства может быть это жена посейдона может быть какая-то вот русалочка может быть какая-то сирена ну в общем житель женского пола моря который вот такой вот весь водный весь такой обтекаемый любвеобильные чувствительные сопереживающий вот но при этом очень очень скользкий который вот всех помогает всех любит вот добрый такой ну в общем ну и одновременно как сирена заманивающие в свои сети не только моряков но и разных других персонажей вот вот такие вот персонажи ну вообще собрали здесь целый такой сказка интересный получается хорошо какие их роли ваши сказки ну значит начинаем с этого таракана кузнеца с длинными усами его роль вашей сказки показывать вам о том что ваше время истекло то есть знаете вот как будто на перроне стоит значит этот человек нет это насекомое и в руках держит боже что он держит фонарь может быть фонарь держит в общем какой-то предмет может быть песочные часы и он говорит ваше время истекло да поезд уходит быстренько садитесь по вагонам да оставляем все прошлое и уходим двигаемся вперед то есть это такой персонаж который помогает вам вот он появляется в вашей жизни для того чтобы помочь оставить позади то что уже ушло а вспомню этот мультик про северный поезд да там мальчик во сне который в последний вагон зашел да ну там что то такое вот вот такой вот персонаж который значит стоит на перроне с фонариком и напоминает вам о том что прошлое прошло оставляем и идем дальше в будущее а у него значит вот такая вот роль значит у вашей стрекозы с муравьем а какая роль напоминать вам о радости жизни что не нужно быть таким серьезным что нужно быть легким человеком персонажем сказочным да что нужна легкость то нужна радость живем один раз одно лето и это лето надо радоваться надо веселиться надо позволять себе намного больше разрешать вот включать вот это вот детскость веселье счастье все самое наилучшее да то есть жизнь это праздник и значит ваша сирена вот это вот жена посидона я не знаю если вы посиданная жена или нет но в общем этого морского царя вот ее роль в сказке вашей идти за своей душой идти и вот за своим сердцем прям вот чувствовать включать свою интуицию верить самое лучшее всегда можно начать сначала всегда можно прям вот вот этот вот как его таракан кузнец вот с этой как ее сиреной женой посидона они прям очень хорошо подходит один говорит о завершении а другой говорит о начале да то есть есть начало да будь ребенком да то есть ты можешь выйти на на новый уровень всегда можно что-то начать налегке оставляя позади то есть уметь оставлять что-то позади верить в себя и идти вот по зову да то есть обращаю ваше внимание да слово сирена она же она звала она манила вот и она про это говорит иди по зову по зову да за зовом своего сердца вот она значит в вашей сказке такую роль играет если ваши сказки враги или союзники интересно сколько у меня там по времени это вот ну понятно больше раз значит враги и союзники враги да интересно здесь враги значит ваши сказки а скорее всего это тот заяц который был в самом начале белый прискакал есть враги которые наоборот мешают вам двигаться двигаться в вашем сказочном царстве да то есть двигаться по своему пути причем так интересно они отвлекают они не преграждают вот эти вот все жители сказки вам путь а они наоборот как-то отвлекают говорят какие-то вещи когда вы чувствуете себя когда руки опускаются да уже как-то и я не понимаю а нужно ли мне куда-то там идти поэтому царство может быть лучше остаться как-то чувствуете себя немножко ущербным человеком они вашу веру в себя как-то я не знаю подавляют что ли то есть влияют на нее да и вы чувствуете что становитесь как будто бы вот заложником автора сказки и не можете двигаться дальше вот это вот их задача либо его задача ее не знаю может быть это один враг они много значит что мы говорим про союзника есть у вас союзник этот этот союзник вашей жизни пифия значит сидит ваша пифия в греческой мифологии вот мы с одной сказке на другое перепрыгиваем это вообще удивительно живет значит свой этот лавровый лист и начинает лаконично рассказывать вам давать какие-то ЦУ и вот вы значит сидите и слушаете ее ЦУ и она вас направляет куда идти что нужно сделать такая вот вся спокойная размеренная которая находится в контакте с высшими силами вот ну на нее этот лавровый лист влияет и вот этот значит союзник вашей жизни мы не говорим что это за герой ну какого он пола он помогает вам как-то знаете не улетать в небо а именно стабилизировать как-то ситуацию да включать вот в какой-то вот может быть постоянство да говорить вам когда нужно отдохнуть когда нужно расслабиться больше внимания уделять себе да своим своим каким-то нуждам и потребностям то есть он передает вам здесь знания с одной стороны а с другой стороны он расслабляет вас да он привносит вашу жизнь какой-то вот уют комфорт спокойствие расслабление праздник удовольствие вот что-то такое хорошее теплое и приятное ваши основные действия в сказке что же вы делаете как кузнец то в этой сказке а ваши вы значит ваши сказки что делаете вы меняете не то чтобы судьбу а вы как будто бы исцеляете себя и главных героев этой сказки выводя их из какого-то сценария то есть ваши главные герои как день сурка проживает одно и то же ходят по одному и тому же кругу и вот ваша задача помочь этим людям этим персонажам сказочным да помочь сказочным персонажам увидеть их сценарий и исцелить то есть вы здесь вот именно мастер такой да как я говорила кузнец кузнец чего-то ценного да кузнец счастья вот который помогает людям персонажам да увидеть какие-то возможности вы целитель по своему определению а либо если еще сказочным да рассказать языком некий такой стрелочник который волшебным путем берет и переводит стрелки рельсов да с одного помогая людям да в их поезде с одного пути перейти на другой на более не то чтобы полезный а на более благоприятные рельсы и увидеть какие-то новые возможности новые шансы вот здесь вот у меня такое ощущение что вот вы вот со своим вот этим вот союзником да с какой-то пифи вот вы на пару да как ведьма заварили там значит какое-то зелье дали выпить человеку и ему на душе хорошо и он полетел значит по своим каким-то делам что-то делать и у него в жизни все сложилось да то есть здесь вот такая вот у нас шаманка ведьмичка которая варит зелье либо наоборот знахарка которая лечит людей выводя их из каких-то своих сценариев да вот оморочки какие-то сняла вот ваша задача да в сказке именно поддержать направить человека дать ему какую-то уверенность чтобы он двигался дальше здесь раскрываю скобочки наших сказок и говорю что все то что вы делаете для других людей это ваша внутренняя потребность это та потребность которой вам нужно самостоятельно сказать если читать ваш психологический портрет вы не уверены в себе человек да и у вас есть огромный потенциал и вы бы очень хотели чтобы в вашей жизни появился такой человек который поможет вам поверить в себе в себя сделать шаг вперед раскрыть какие-то свои способности возможности и вот уже созреть и идти по своему собственному пути то есть то что вы делаете для других людей да по сути это ваша внутренняя потребность поэтому имейте ввиду обратите на это внимание закрываем скобочки идем дальше по нашей сказке для чего вы совершаете вот эти вот действия да стрелочники ну в принципе я вам рассказала но для чего ну посмотрим ну потому что вы же Оля Лукоя да вы же сказочник мудрец вы человек который там у нас была звезда да мы говорили про образ звезды вот этого образа который вдувает вдохновение для чего вы это делаете ну во первых потому что у вас есть знания потому что вы знаете как потому что у вас есть прямая связь с высшими силами вы как опять таки в мифологии бога Зевс у которого есть силы у которого есть знания он может управлять он является авторитетом вот и он помогает помогает да либо дает вот как-то богатство плодородие другим людям либо вы наоборот ну потому что вы это можете дать другим людям да показать как-то вот шанс привести их к результату а с другой стороны именно создать возможно семью показать ценность да кузнец своего счастья это потому что сказка про вас для чего вы это делаете потому что вы это умеете и потому что вы знаете как потому что у вас есть знания вот ну вы же рассказочник вы же знаете как это делать итак дальше наш Оля Лукоя а чему вы научаетесь завершение своей сказки значит чему вы в конце своей собственной сказки научаете ну ваши сказки вы находите ответы на вопросы да то есть вы рассказываете как во всех правильных сказках как преодолеть что как нужно что сделать да когда главный герой нашел ответы и вот он выстроил и сделал все что он захотел да то есть начинает вкладываться вот так сказка заканчивается да нет сейчас посмотрим чему вы научаетесь вы находите ответы как на вопросы как выстроить то что вы хотели да как достичь именно своего своего собственного результата вы научаетесь знаете как соединять людей ну вот главных героев да они же разные абсолютно персонажи мы сказали причем из разных мифов и сказок а вот вы как будто бы научаетесь их соединять приводить к какому-то общему знаменателю да для того чтобы получить какой-то результат то есть вы находите место и вот этому таракану кузнецу да который кузнечику который там что-то делает и бабочки вместе со своим муравьем этому стреказу стрекозе и и вот этой вот сирене которая или сирина какое там правильно которая зовет им они то есть вы каждому находите свое дело определенное и в конечном итоге каждый находясь на своем месте да во имя чего-то одного то есть вы объединяете во имя чего-то одного вы получаете один какой-то очень интересный результат который вам необходим вот этому вы научаетесь то есть как сотрудничать как вместе взаимодействовать да не соперничая не конкурируя а вот скорее всего объединяя во имя чего-то одного и опять-таки если мы вернемся к анализу да вас то в вашей жизни задача соединить ваши внутренние части себя найти им правильное применение не говорить это мои слабые стороны это мои сильные стороны да а вот на слабые на сильно опираюсь а слабые мне не нужно нет а вот находить именно правильное применение каждого своего места каждой своей силы каждого своего свойства и качества таким образом чтобы ощутить себя целостным в принципе то что вы делаете для других людей да то что когда вы им помогаете обретать вот эту вот целостность потому что вы видите в них возможности и шансы и вот то что я говорила да это ваша потребность вот в конечном итоге конец вашей сказки конец каждой вашей ситуации потому что это здесь описывается каждая ситуация если вы переведете перенесете на ситуацию неважно в какой сфере конечном итоге она приводит к тому что вы внутри себя находите какие-то части грани для того чтобы их объединить воедино как же заканчивается наша сказка как же заканчивается наша сказка только подумал и жили они хорошо и счастливо вот выпадает у нас как ну сказка заканчивается во первых императором да что все защищены все значит находятся на своих местах все все узнали все все поняли держим оборон границы да научаетесь выстраивать правильно границы научаетесь договариваться со всеми персонажами вот но при этом четко понимаете что нету даже не то чтобы нету смысла то что вы оставляете и разочаровываетесь по поводу того что вы оставили позади да помните там был вот этот вот персонаж на станции который говорил что все время пришло да пора двигаться дальше в конечном итоге ваша сказка заканчивается тем что вы осознаете что вот это вот горе да оно того чего вы оставили позади когда вкладывались да когда верили во что-то на самом деле оно помогает вам заглянуть глубоко в себя и понять что это не является каким-то ограничением то есть не надо переживать за то что вы оставили позади потому что впереди вас ожидает какой-то вы знаете какой-то новый праздник что ли праздник материальный то что можно потрогать то что можно ощутить то чему можно порадоваться впереди вас ожидает некая такая стабильность которая уберет убирает из вашей жизни ожидания то есть ваша сказка обучает вас что не нужно ждать то что уже отжила то есть внутри себя помните вот это вот жена этого поседона которое обучало вас идти за зовом своего сердца вот когда вы идете да за зовом своего сердца а не стоите на одном месте ожидая когда и что будет когда вы просто продолжаете двигаться по жизни с верой именно в наилучшее то это наилучшее обязательно случается и ждать ничего никогда не нужно а нужно просто двигаться шаг за шагом вот именно к своей цели которые вы ставите для себя то есть здесь у вас разрушается всевозможные ожидания ожидания каких-то результатов и вот мы заканчиваем сказку с того с чего мы начали когда наш старичок вот этот гном который пришел и сел на пенек сказка завершается тем что вы снова в конечном итоге находитесь именно на развилке вспоминайте соловья разбойника вот и Илья Муромцу который значит со своими героями идет по дороге и видит развилку его значит если в начале у нас был пенек в конечном итоге вы заново выходите к новой развилке да и начинаете ну думать там это значит камень пойдешь направо коня потеряешь пойдешь налево голову потеряешь вот вы сидите опять таки снова на новом пути с новым выбором и здесь наша сказка заканчивается завершается очередным выбором да а что в этот раз вы выберете да а что для вас будет важно да на что знаете вот такая вот небольшая переоценка да на основе того что я уже прожил в прошлом то есть все начинается заново вот такая вот у нас сказка была по первой позиции вот я не знаю как вы я порадовалась я видела например многие из вас улыбались да смешно было когда увидели ну вот и скажу такой момент так вот эту вот карту оставлю а остальные по первой позиции снова положу в колоду чтобы колода была полная вот остальные значит порадовались поулыбались вот жду название ваших сказок давайте придумаем для вашей позиции название сказки неважно пускай ее даже и не существует мы придумаем свою да но то мы творцы можете придумать название своим героем да либо имена вот у нас вот такое с вами творчество будет я вас благодарю единички за творец за нашу с вами сказку жду обязательно ваши комментарии как вы дадите имена кому и что вот и как будет ваша сказка называться все я прощаюсь с вами мы переходим с вами позиции номер два и красному камешку двоечки привет сегодня мы будем с вами улыбаться так же как улыбались по первой позиции если вдруг я что-то не помню это не значит что я этого не знаю на всякий случай говорю потому что обычно в комментариях пишут вот просто когда я нахожусь в потоке я не могу фокусироваться на логике вот я вижу образы и если я буду фокусироваться на том чтобы что-то вспомнить я просто выпадаю из подока поэтому не обращайте на это внимание главное что вы понимаете о чем я говорю и все вот задача наша с вами будет сегодня я буду рассказывать вы будете придумывать сами название сказки будете называть имена своим героям я их буду описывать вы их будете придумывать и писать в комментарии вот сегодня у нас такая творческая просто развлекательная развлекательный расклад итак приступаем по сценарию какой сказки вы живете а потом можете перенести этот сценарий на любую вашу сферу значит о чем ваша сказка ваша сказка о семье значит вспоминаем опять таки союзное время у меня была такая передача очень интересная в гостях у сказки и вот по-моему в конце так смутно помню как сидит значит бабушка там либо окно открыто по-моему открыто было и она говорила о том что что же так это слова какие-то ну в общем персонаж такой очень интересный да одета в национальную русскую такую одежду с платочком в сарафане да и на этом наша сказка завершается да я на таком окошке закрывал то есть здесь сказка говорит о какой-то семье сказка рассказывается почему-то ваша сказка начинается с конца да и жили они счастливо и богато и был у них потом значит ну они поженились и был у них там ребенок вот и сидел значит какой-то там царь в стороне и радовался вот наследнику что-то здесь такое да с конца начинает сказка хорошо о чем она говорит о семье о каком-то ну вот что-то здесь с деревней как-то связано да видимо это будет русская народная какая-то такая сказка начинается она счастье ну и говорит о том что знаете вот как-то бывает книги которые самого начала пишутся а бывает начало книги когда уже непосредственно автор вводит человека читателя в саму ситуацию описывает ее немножко а потом возвращается с чего это все начиналось вот в вашем случае как-то так начиналось в вашей сказке все о какой-то истории значит это была ночь и шел я значит по тропинке и было рядом было рядом какое-то вот болото волки выли где-то собаки гавкали и вот иду я значит по темному лесу что луна светит ярко звезды и вдруг неожиданно здесь как будто бы то ли леший то ли из болота я не знаю не помню как это дух называется выходит но скорее всего здесь вот как-то леший появляется вот что еще да о чем еще ваша сказка и вот значит идете вы по дороге и нашли монетку да а монетка оказалась непростая монетка оказалась золотая и вот вы значит вспоминаете все вспомнила это знаете сказка про а а а так а про боярина у которого было ну в американской версии это про красавицу и про чудовище а вот в русской версии это сказка про аленький цветочек вот да аленький цветочек назывался вот здесь значит что то такое про аленький цветочек нашел значит этот боярин шел как то так по лесу ночью спрашивается нафига ночью идти по лесу и нашел монетку и он значит собрался подходил к каждой своей дочери и спрашивал что тебе привезти из-за морей что тебе привезти из-за дальних границ и берегов вот и попросила значит младшенькая доченька аленушка обычно почему то если сын то иван а если дочка то аленушка вот привези мне из-за моря аленький цветочек вот я извиняюсь но я сегодня прям веселюсь и радуюсь вот у вас может быть другой персонаж не суть суть главная название не важно вот такая вот значит сказка у нас здесь да значит кто-то куда-то должен поехать и кто-то должен значит что-то привезти кто вы какой вы персонаж в этой сказке вы значит такой некий терпила шучу вы очень мягкий теплый такой человек достаточно знаете такой терпеливый который который не любит вот это вот аленушка да значит которая со всеми вежливая всем подакивает не потому что она слабая а просто потому что она не любит конфликтов она хочет чтобы везде все было тихо чтобы значит наша аленушка здесь превращается значит образ дальше раскрывается в другую сказку где аленушка и иванушка про этот не пей водицы братец в козленка превратишься вот в общем что-то такое да очень мягкое очень приятное уравновешенное вы тот персонаж который обходит все острые углы не любит конфликтов не любит ссор какой еще вы тут персонаж ну такой знаете немножко меланхоличный который сидит у окна и смотришь значит ждет когда отец приедет и привезет аленькие цветочки за море вот такой вот у меня персонаж да ничего меня в принципе не интересует немножко я как-то мне все безразлично немножечко мне скучно все приела а вот хочу аленькие цветочки так дальше какие еще персонажи присутствуют ваши сказки ну ваши сказки значит присутствует мерлин да сказка не обязательно однородная у нас будет я сразу говорю сказки абсолютно разнородные здесь значит какой-то волшебник маг волшебник присутствует вашей сказки еще кто присутствует значит а еще присутствует некая такая семейка мне идет не семейка адамс а это про бабку с деткой которые тащили вот эту вот репку и вот сами они не могут вытащить сначала вырастили эту репку потом они ее значит тащат всей семьей и мышка и кошка и и внучка и вот все тащат тащат и так и непонятно вытащили они эту репку или нет значит ваши такие еще тоже сказки присутствуют персонажи которые что-то делают делают непонятно результат есть или нет еще есть такие персонажи но здесь точно есть какие-то хочется сказать заморские торговцы вот здесь вот есть такие и вашим и нашим да то есть персонажи которые не то чтобы они не уверенные они вот такие вот я извиняюсь за выражение да можно я скажу такие хитрожопые которые втираются вот в доверие и вот и и не поймешь с ними то есть ну что они кто они из какой бы сказки взять прям знаете вот они напоминают в сказках тех персонажей таких вот немножечко скользких черных каких-то вот такие которые вот влазят из-под угла да такие вот съехитка ну я не знаю такие скользкие не очень приятные но при этом веселые то есть кажется что они неплохие кажется что они могут вас обмануть они как-то могут вас надурить но на самом деле ты понимаешь что ну изначально видно их намерение да то есть я могу понять что ну это все предсказуем здесь вот значит вот такие вот персонажи присутствуют в вашей сказке ну и как следствие вашей ситуации либо вашей жизни какие роли значит Мак Мерлин волшебник да мудрец который живет в лесу я не знаю почему я вас всех в лес отправила ну не в лес отправила а вот почему там он в лесу живет в данном случае в лесу живет вот а это тот кутежник такой значит который любит веселиться здесь значит мы переходим каким-то какому-то празднику да вакханалии какой-то где все веселятся значит как в Риме все веселятся пьют что-то празднуют здесь вам и виноград здесь вам и вино и какой-то вот праздник плодородия все значит отмечает и вот значит нимфы какие-то вокруг бегают этого Мерлина а он здесь мы значит к скандинавам пошли да здесь поганистическая какая-то тема у нас да здесь он значит опять-таки в лесу эти нимфы и они радуются да какая же у него роль кроме того чтобы радоваться а он значит знаете какой-то вот такой торговец он как-будто бы такой не то чтобы меценат а он говорит кому что нужно сделать да вот он если нужно к нему можно обратиться за помощью вот он поможет подскажет здесь как будто знаете еще даже какой-то вот сводник он как будто бы сводит людей ну то есть знакомят вот и ну от этого есть какая-то польза ну как сваха что-то вот в таком роде да он помогает принять решение он значит как король артур да берет этот свой меч и отсекает все ненужное да то есть там заколдует заколдует и все страхи ушли все сомнения переживания вот он знаете как будто бы здесь опьянение какое-то вот он дает какой-то вот волшебный выпей там стакан он выпил и ну в пьяном состоянии конечно же человек в обвинении ему море по колено и страхи все ушли и решение принято шучу конечно но что-то здесь вот такое есть да опять-таки метафорично мы говорим какая роль вот у этого черненького какого беса да вот хочется назвать его какой-то вот ну бесов обычно так рисует да как это черненький такой вот собранный с длинным носом который везде суё да и на согнутых копытах коленях что-то такое вот ногах ходит его какая какая роль в вашей сказке он как-то знаете ограничивает обесценивает он знаете это вот знаешь как 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 этот как без который ну вот есть а ангелочек да справа сидит и вот слева сидит допустим дева лена которого что-то нашепчивает нашептовать нашептывает и вот здесь вот такое да касательно именно что что получится что не получится куда нужно идти куда нужно двигаться ну вот и вот он как раз таки такое вот существо которое связывает вас по рукам, по ногам, да, каким-то образом, ну, то есть сложно потом как-то определиться, какую-то неуверенность дает, да, как-то вот так все изворачивает, вот всю картинку искажает, что потом не знаешь, что сделать, да, не можешь определиться, то есть он вот как-то неопределенность дает, да, запутывает как будто бы ситуацию. И у нас есть вот эта вот семейка, дед с бабкой, вот, их роль в вашей жизни, в сказке, в вашей сказке, значит, их роль вот как будто бы вскрывать, знаете, правду по поводу того, что бессмысленно, да, ну, то есть тянут, тянут, а когда они это вытянут, да, когда уже что-то произойдет, либо случится-то с этой репки, да, то есть вот эта вот бессмысленная какая-то тягомотина, да, когда ничего не происходит. Вот роль этой семейки показать как раз-таки именно цель, куда нужно двигаться, да, на что нужно фокусироваться, да, что где-то когда-то вы идете, допустим, против ветра, ну, то есть репка-то еще не созрела, а ее уже тащат, 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 ну, то есть не нужно идти против ветра. И еще эта семейка показывает вам, знаете, как быть сфокусированным, сконцентрированным на, куда нужно направлять свою силу, куда нужно направлять свои энергии. Какая-то целенаправленность, да, именно как фокусировать все силы. То есть не случайно здесь вот эта вот ассоциация, да, вот этой вот сказки, да, что один за другим, да, и они тянут эту репку, то есть создают некую такую цепочку, да, и каждый прикладывает свою силу понемножку для того, чтобы вместе она была сфокусирована в одно, в одно что-то такое, знаете, как звенья какой-то цепи, только тогда, то есть вместе мы с силой можем вытащить эту репку не по отдельности, потому что сила репки, она сильнее одного звена, когда много таких звеньев, да, то вместе, получается, цепочки, она может вытащить эту репку. Как-то вот направлять в нужное русло свои силы, концентрироваться на том, что нужно, не распыляться. Вот какая-то вот такая вот роль. Если у вас враги и союзники, давайте посмотрим, есть ли враги, есть в этой вашей сказке негативные персонажи, которые разбивают вам сердце, и есть союзники, которые вас любят, есть союзники, есть люди, которые помогают определяться вам в жизни, которые, возможно, это даже пара, либо это просто два человека противоположного пола, да, два персонажа, все забываю, что у нас сказка, которые либо вас любят и ценят, да, либо вы, ну да, это одно и то же, да, вы для них цены, то есть, ну, представляете какую-то ценность, да, какую-то важность. В союзнике есть либо любовь вот вашей, вашей сказке, она цена, и она является вашим союзником, в противоположность врага, да, который вот разбивает как раз-таки сердце, да, то есть здесь сердце целостное, а у врагов здесь, значит, сердце разбито. Почему вам враги сердце разбивают? Ну, вот они борются с вами, да, соревнуются, конкурируют, и здесь могут быть даже, знаете, какие-то очень близкие для вас люди, да, родственные, ну, родственники я имею в виду, да, либо люди, которые, ну, значимые для вас. Братья, сестры, двоюродные, тети, дяди, вот как-то, как-то так, здесь вот какая-то конкуренция, то есть я не могу сказать, что прям враги, которые вам желают чего-то нехорошего, вот, но какая-то борьба, она, пускай не проявленная, она присутствует, знаете, вот какие-то палки в колеса всовывает. Ваши осознанные действия в сказке, да, что вы делаете? Ну, вот пришел, значит, этот боярин, да, а вот у нас, значит, Аленушка, приехал этот боярин домой и говорит своей дочери, вот, Аленушка, красавица, принес я тебе этот аленький цветочек, но, к сожалению, за все в этом мире надо платить, и поэтому платы за аленький цветочек, надо поехать к чужому дяде, поухаживать за ним, да, ну, грустит здесь, Аленушка, в вашей вот этой вот сказке, ну, что поделать, не хочу я оставлять дом, да, грущу я о прожитых годах, но отец сказал, дал слово, надо выполнить, и вот иду я в это новое, неопределенное, неизвестное, вот ваша задача в действии основное сказки оставлять вот эту вот грусть позади, и идти в абсолютно новое. Для чего вы это совершаете? Ну, как для чего? Я же понимаю, что там этот дядечка-то хорошенький, хоть он и страшненький, но он сильненький, да, поехала, значит, это Аленушка к своему товарищу, вот, и понимает, что глухо дело, зависла, жертва я тут обстоятельств и сил, почему? Потому что, ну, я-то типа красавица, а он вот такой вот страшилкин, вот, и как с ним любовь крутить, вот, не получается, да, страшный, вот я, значит, жертва обстоятельств, да, зависла, вот эта вот вся ситуация, для чего еще вы это совершаете, ну, вот для того, чтобы, знаете, как-то поумнеть, повзрослеть, да, обрести какой-то опыт, мудрость, ну, положено по судьбе, так, понимаете, аленький цветочек, хочешь, ты же не хочешь, там, я не знаю, что угодно, этот, яблочко на тарелочке, да, этот апл, ты же хочешь, аленький цветочек, вот, по судьбе тебе, значит, к дядечке такому поехать, хорошо, чему вы научаетесь в завершении вашей сказки, вот научились-то чему, хочется сказать, хитрости какой-то, да, научаетесь, вот, нет, на самом деле вы научаетесь тому, что вот прямо вот аленький цветочек, это вот ваш сценарий, да, можете его переложить на вашу личную жизнь, вот прям один в один, на самом деле вы научаетесь, что хитрость и обман ни к чему хорошему не, приводит, кроме того, что раните своего внутреннего ребенка, да, потому что вы здесь как будто бы как-то израненные, то есть в любви нету хитрости, да, что, так хочется сказать, да, любовь слепа, полюбишь и, там, осла, козла, не важно кого, дядечку страшненького, да, вот этого вот, который там волосатый весь, такой брутальный, вот, и, тоже представляю, какие комментарии будут, ну, мы сегодня смеемся, да, не все должны быть серьезными, вот, ну, в каждой шутке есть своя доля истины, вот вы научаетесь тому, что не нужно обманывать себя, не нужно обманывать своего внутреннего ребенка, да, то есть, если ты действительно присутствует любовь, да, она как раз-таки научает честности, вот, ваши сказки, они учат быть честным с собой, если вы хотите действительно наполниться, если вы хотите получить то, что вы хотите, как закончится ваша сказка, как она заканчивается, и жили они хорошо, вот по десятке кубков, да, ну, конечно, там же, этот, поехала, значит, это Аленушка, там, дядечки с аленьким цветочком, там ситуации произошли, я не помню сказку, но я помню мультик, да, про это, вот эта страшилка, там, это, там, америкашка, который обманул, эту, значит, нашу Аленушку, а в сказке, по-моему, там что-то сестрички сделали, она должна была вернуться вовремя, вот она вовремя не вернулась, да, то есть, вот эта вот хитрость, обман, да, показывается в сказке, вот, но она же честная была, вот ваша сказка, как раз, и про эту вот, о честности, я же говорю прям, вот ваш сценарий, вернулась она к нему, все равно нашла способ, да, быть, вот совесть должна быть честной, надо жить по совести, не случайно она нам дала, да, честность с собой, не важно какие-то трудности, не важно какие-то сложности, да, я приду и честно расскажу, чтобы мне спокойно было на душе, не кому-то угодить, а себе, чтобы мне хорошо было жить самой собой, Поэтому ваша сказка заканчивается как раз с любой, потому что она все-таки вернулась к своему страшилке, а он превратился в принца, понимаете, вот шестерка мечей здесь выпадает, вот поехала она, значит, к нему, а он по шестерке мечей взял за нее ответственность, не просто так, ну там про деток не сказано, здесь еще детки нарисованы, один детка мужского пола нарисован, один деток нарисован мужского пола, вот, так он, оказывается, и миллионером оказался, у него там этот замок был, понимаете, то есть он не просто так, какой-то там замухрышка, нищеброд был, да, половина животного происхождения, половина человеческого, а он оказался еще и при деньгах, да, то есть, ну, судьба вам подбросила то, что нужно, главное рассмотреть в том, что она бросает, подбрасывает вам, что-то ценное, что-то настоящее, что-то чистое, вот, и тогда все будет хорошо, да, и вы здесь, вот, понимаете, выпадают башни и колесо фортуны, вы становитесь, ну, разрушаете все, не то чтобы свою судьбу, а вот какие-то вот ваши вот эти вот сценарии, по которым вы ходили, и вы создаете, вы становитесь творцом, то есть ваша сказка вас учит именно честности, да, будьте честны с собой, не обманывайте, вы знаете четко, то есть живите по совести, вы четко знаете в любой ситуации, внутри себя, не надо это озвучивать, вы четко знаете, где вы поступаете правильно, а где нет, где вы хитрите, а где вы обманываете, то есть себя не обманешь, но наступать себе на горло и делать то, чтобы угодить кому-то, да, либо что-то, вот сказка ваша, она учит, этого не делать, лучше быть честным, пускай будут куча проблем, будут куча сложности, вам на душе будет спокойно, и вот эти вот проблемы, они постепенно, постепенно по колесу фортуны, они закрутятся, и вы подниметесь наверх, да, то есть вы создадите новую свою реальность, проблемы это показатель как раз-таки следствия того, что вы когда-то себе создали, да, вот какую ложь иллюзию вы создали, вот такой вы проживаете, поэтому обман, честность и все такое, закрутите колесо фортуны, но сначала через себя, через честность с собой, и со временем, через сложности вы придете к тому, чему вы хотите, то есть вас, слушайте себя, да, по двойке мечей, найдите вот это вот внутреннее умиротворение, и смерть заберет все, и вы пойдете в рост, да, у вас все изменится. Вот такая вот сказка у нас была по второй позиции, я жду от вас двоечки. Двоечки, название вашей сказки, придумайте название вот этой вот сказки, придумайте название своим главным героям, которые были озвучены, я-то рассказала, что это Алёнушка, а у вас может быть главная героиня Варварушка, да, или Марфа какая-нибудь, да, я не знаю, а может быть какие-нибудь новые модерновские имена вы захотите, там, Кристалли, фиг его знает, чего вы там придумаете, главное, назвайте своих героев, да, придумайте имена и название сказки. У нас будет с вами сотворчество, да, как я говорила по первой позиции, вот, посмотрим, какие идеи, да, включайте в свое творчество, какие идеи у вас есть по вашей сказке, как она могла бы называться, и дайте имя своему вот этому вот чудовищу, миллионеру, вот, брутальному, да, какое имя можно будет ему дать, вот, а мы, я потом буду читать, я буду потом радоваться, вы меня тоже повеселите, так же, как и я повеселю вас. Итак, мы с вами переходим к позиции номер три и к зелененькому камешку. Для тех, троечки, кто не слышал вступления, скажу, что не в каждом раскладе мы плачем, грустим и расстраиваемся, сегодня у нас расклад такой достаточно увеселительный, да, в чем заключается ваша задача, ваша задача в комментариях, потом написать название сказки, которые вы придумали, потому что это может быть собирательное, это не обязательно, из тех готовых, которые есть, да, мы же творим, вы мой сотворец, вот, и придумать название этим персонажам, которых я буду описывать, может быть, и вы их опишите по-другому, то есть сегодня мы просто веселимся, но помним, что сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцем урок, вот, и поэтому мы сегодня будем смеяться, сегодня, ну, я хочу вас зарядить таким праздничным настроением, вот, но есть соль, да, в этом. Итак, о чем ваша сказка? Так, ага, ну, здесь прям сказка про ведьму, так, я не знаю, такую сказку, где есть такая молодая, красивая ведьмочка, которая все знает, такая, знаете, типа, я самодостаточная, и замуж мне не хочется, а если хочется, то только по расчету, так, чтобы меня все устраивало, вот, и есть, значит, наши сказки, уже сразу вырисовывается царь-повелитель, король-королевич, в общем, персонаж мужского пола, который, видимо, нашу героиню добивается, вот, хорошо, и о чем еще ваша сказка? Так, давайте посмотрим. Значит, сказка здесь о том, что эта ведьмочка, значит, живет в каких-то там люкс-апартаментах, вот, но к своему сердцу близко никого не подпускает, не важно, что у нее было в прошлом, мы не рассматриваем, важно, что она немножко закрылась, и я живу в свое удовольствие, да, я кайфую от того, что у меня есть, вот, у меня есть там люкс-номера, я езжу отдыхать на острова, и вообще у меня все зашибись, вот, и это, значит, персонаж, царевич, который король-королевич, вот, он, значит, не знаю, по каким причинам мчится, пошел, значит, завоевывать другие земли, вот, что-то он хочет, видимо, ей доказать, нашей вот этой вот ведьмочке королевишной, что-то, то ли она достойна, не знаю, сказка у вас здесь такая интересная, вот, здесь что-то по справедливости, так, кто этот, мы сейчас посмотрим персонажи, меня уже прям сразу ведет по сказке, вот, о чем еще ваша сказка, а сказка о дальних путешествиях, да, кто же едет в эти путешествия, то есть, скорее всего, вот этот король-королевич, ну, да, поехал, ну, значит, завоевывать, знаете, это как это, в книге Куэлла, да, алхимист, 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 ну, прикольно, сейчас меня опять исправлять будут, вот, ну, неважно, значит, который там, сказка ваша, значит, будет о том, как человек пошел искать свое счастье, ходит за 3-9 земель, за 3-9 морей, ищет, ищет, и в конечном итоге осознает, что его счастье, вот, под боком, да, Марья Ивановна сидит там, значит, в глухой деревне и ждет его эта вот марфочка, вот, которая бегает там, травки собирает, цветочки собирает, а он пока должен окрепнуть, да, то есть вот за 3-9 земель, за 3-9 морей, там, драконов поубивать все должен, там, я не знаю, Кащея Бессмертного оживить, вот, и это самое, Бабу-Ягу омолодеть, и только после этого, преодолев все вот эти вот трудности, обрести стальные фаберже и прийти с ответственностью взять нашу Марь Иванову, здесь вот что-то вот такое, сказка вот такая, вот, то есть по справедливости все там должно быть узаконить, но вот почему-то здесь король-королевич должен как-то вот преодолеть что-то, а королевишина наша вот здесь вот, которая вот сидит, шедо, о чем еще здесь сказка? А она это, баблишка зарабатывает на творчестве, да, она как в порядочных домах учится искусству, пению и чему там еще учились-то, географии, истории, правилам поведения, вот, и она, значит, и астрономии, и наторога дать, вот, и астрологии, звезды считать. В общем, она направила все свое внимание, пока он там что-то там завоевывает, направила все свое внимание на становление своей души, на познание чего-то такого вот возвышенного. Она наполняется, значит, она шлифует какие-то свои там способности, вот, смотрит там это, как его, в этот шар магический, магический, и говорит, ну, то есть, если у нас по второй позиции, там, Алёнушка из Аленкова цветочка использовала апплосскую вот эту вот систему, тарелочку с яблочкой, да, вот, то вот здесь вы магический шар, смотрите в магический шар и оттачиваете свои способности, пока королевич идет завоевывать земли, чтобы бросить. А, здесь, я поняла, здесь не король королевич, здесь, знаете кто? Здесь у нас Геракл, вот, да, здесь, значит, Геракл, который должен пройти вот этих вот все 12 стадий становления мужчины, да, и потом принести золотое руно к ногам своей. А здесь какая она у нас богиня-то будет? Что-то между Афродитой и Дианой, да, вот, Артемис, что-то там, вот, вот, что-то такое, да, и красота, и амазонка, и ведьмочка, и все такое, вот, пока, значит, она оттачивает свое мастерство, этот Геракл, значит, совершает свои подвиги, вот об этом наша сказка с вами будет, не знаю, как вы ее назовете, называйте как угодно, желательно смешно, весело, вот, но, знаете, что это вот ваша история, история вашей жизни, да, то есть вы должны хорошо научиться стоять на ногах, вот, главная такая суть. Хорошо, ваш персонаж, кто вы в этой сказке? И сразу выпадает башня и луна. Вы этот, как его рука правосудия, да, которая рушит, чего она там рушит, отрезает какую-то вот привязанность, да, вы что-то здесь завершаете, завершаете, знаете, хочется сказать, какие-то отвороты-повороты, видимо, дали этому Гераклу-то своему, вот, и он поехал, значит, за рубеж, а вы здесь тут человек, который рушит всевозможные иллюзии, какие-то вот обманы, ну, то есть вскрываете и ставите точку, завершаете. Ага, ну вы, наверное, являетесь вот этой вот героиней, у нас здесь так, в принципе, и получается. Вот это ваш персонаж, то есть, возможно, по жизни вот такой человек, это вот ваш характер, да, что-то вскрывает, что-то разрушает, возможно, не любите вообще какой-то ложь, неясность, обман, непонятки, завершаете вот это вот все, но и одновременно всевозможные притяжения, да, которые присутствуют по отношению к вам. Какие еще персонажи присутствуют в вашей сказке? То есть, в вашем мы посмотрели ваши сказки, кто еще присутствует? Мне интересно посмотреть, кто это, кто это. Значит, избушка на курьих ножках, ваш персонаж. Я не шучу, на самом деле, да? То есть, ищите людей в своем окружении, которые будут такие, значит, это одухотворенный дом, да, избушка на курьих ножках, которые надо постоянно управлять и говорить, куда, чем повернуться, на, чтобы она правильным местом открылась, вот, в нужное место открылась, там, лезом задом, сюда передом, вот, и впустила нужного человека. Поэтому есть вот такой вот персонаж какой-то, что-то одухотворенное, может быть, место такое, да, место силы. Может быть, человек с такими качествами, да, здесь есть, который любит повеселиться. Он вроде бы и домашний, но здесь человек, который не человек, а персонаж, да, который, а, этот, ну, обычная Иванушка-дурачок, который лежит на печи. Вот, есть здесь, значит, в вашей жизни вот такой вот персонаж, да, который, Емеля, не, он не Иванушка-дурачок, он Емеля был, вот, который лежал, значит, на печи и радовался, но он был классный. Почему? Потому что у него разбытала хорошо визуализация. Он вот так представил, и печь пошла, да, и он что-то представил себе, но придумал, и оно случалось. Вот, ну, здесь вот такой вот у нас, значит, Емеля, который отдыхает у Баба-Яги на даче, значит. Все тихо, спокойно, там классно, праздники, все комфортно, в Багдаде все спокойно, все удобно во всех шатрах. Значит, еще есть персонаж в вашей сказке. Если вы смотрели мультик, сейчас я расскажу, как он назывался. Это был единственный мультик в союзное время про путешествия на другие планеты. Как этот, ай, как же он назывался-то, забыла. В общем, там был один такой персонаж прикольный, там, значит, папа с дочерью полетели. Напишите, как он называется, не помню мультик, вот вылетел из главы. Алиса звали девочку, вот, и это мультик был, это не фильм. И они, значит, полетели, там, где была этот, птица-говорун, который отличается умом и сообразительностью. И там был еще один такой персонаж, который все время измерял валерьянки, да, ему надо было 33 капели. И он говорит, я же просил 33, а здесь 30. Вот есть у вас такой вот наливайка, такой вот персонаж, который все время, знаете, вот он такой вот мягкий, приятный, и вот вроде бы не то, чтобы ни рыба, ни мясо, а он такой, как бы его описать-то, этого персонажа. Ну вот он такой, то есть я же просил, то есть не жесткий, я же просил 33 капли, а здесь 30, вот что-то такое, да, вот он. Может быть, немножечко выбивает этот человек, да, на расслабоне, вот такой, но он такой добряк, добряк, да, который говорит, что вы меня все время роняете. Ну то есть это человек, с которым что-то просто происходит по жизни. И хочется вот, ну, хоть смех, хоть грех, да, ты хоть плачешь, хоть смейся, да, то есть он все время встревает вот в какие-то непонятные ситуации, с ним как будто бы это случается, вот он как будто бы не при деле, а с ним вот это вот все происходит. Вот такой вот есть у вас персонаж сказки. Вообще интересный у меня сегодня расклад, я вообще сижу и улыбаюсь, псих-одиночка. Ну, неважно. И есть, значит, то есть Емеля на печке, вот такой вот, что вы меня все время роняете, такой шарик, мыльный пузырь какой-то. Вот, и есть персонаж, который, знаете, мне показывают как-то на качеле, который вот, знаете, туда-сюда, туда-сюда катается, качается, и вот как-то не может определиться, да. Ну, вот это вот, есть вот эти вот детские качели, вот так вот, может быть, здесь человек на качелях. Да, как будто бы человек, который находится постоянно на качелях и не может определиться. Да, как, чтобы это мог быть, ну, какие-то вот весы на базаре, такие, знаете, с чашами были какие-то старые. Вот, что-то такое. Да. Ну, есть в мультике «Чайник», а это весы. Вот такой вот персонаж «Волшебные весы». Хорошо, какие их роли в вашей жизни? То есть у нас есть Геракл, у нас есть вы, есть Емель, есть пузырь, есть весы. Ну, блин, сказку придумала, я потом сказки буду писать. Хорошо, какая роль Емель в вашей жизни? Значит, его роль в вашей жизни, ну, в сказке, в вашей сказке, да, какая его роль? Да никакая, да, он просто кайфует от жизни. То есть показать, то есть этот персонаж, он показывает, что я в жизни самодостаточный человек, зачем париться? Это достаточно правильно провизуализировать, и все имеешь, и деньги, и опыт, и все классно. То есть жизнь прекрасна, но минус здесь, что она достаточно эгосичь. То есть человек живет в свое удовольствие. Ну, прекрасно, кто его там, что можно насуждать Емеля, да, он же зла другому не причиняет, да, и просто кайфует от своей жизни. Вот такой вот самодостаточный человек. У него вот, значит, вот такая роль в сказке. У этого, который постоянно роняет, у этого мыльного пузыря, здесь, знаете, у него такая роль именно в сказке показать такое некое умиротворение, некое спокойствие. Зачем куда-то гнаться, да, мир прекрасен, будь, ну, то есть всему свое время, да, будь в гармонии с пространством. Вот он такие, знаете, какие-то вот тайные знания, именно, а зачем куда-то спешить, да, точность нужна во всем, да, всему свое время. Вот какую-то вот такую вот историю он вам рассказывает. И третий персонаж нашей весы, так, он как раз-таки показывает, ну, то есть его задача в нашей сказке с вами показать какую-то легкость, да, вот именно умение убирать все лишнее, да, оставлять то, что не нужно позади. То есть вот эта вот неопределенность весов, да, некий такой баланс, он как раз-таки показывает в контексте опыта, да, умение вовремя выбросить все ненужное, все лишнее, брать именно из жизни необходимый опыт, да, делать какие-то выводы, анализы, и все остальное выбрасывать. Ну, то есть, ну, уже ненужное, чтобы не перевешивать, чтобы все время весы были, ну, в равновесии, да, и, ну, лишний раз не заморачиваться, не обращать внимания на мнение других людей, и не нужно ни с кем воевать, как-то ссориться, ругаться, жить прекрасно, радуйтесь, да. Вот здесь вот такое ощущение, что вот все абсолютно три персонажа в нашей сказке говорят именно о некой такой легкости, балансе, о успокоении, о удовольствии, да, жить в кайф, вот как будто бы, знаете, вот нужно найти себя. И вот не случайно наш товарищ Геракл, который вот поехал, да, для чего он все-таки вот эти вот 12 подвигов, да, проходит для того, чтобы прийти именно к себе, да, то, что вы помните вначале, да, про книгу, о которой я говорила, а, я уж боюсь название сказать, да, алхимист, вдруг опять неправильно скажу, вот, к чему он приходит в конечном итоге, что не надо ничего искать, уже все придумано, да, найти только это внутри себя, даже не вовне, да, то есть преодолевая во внешнем мире какие-то трудности, сложности, в конечном итоге получаем, обретаем опыт, мудрость и приходим к самому к себе, да, вот этот баланс, гармония внутри себя, вот эти вот осознания. Но это в сторонку, да, мы продолжаем нашу сказку. Значит, если ваши сказки враги и союзники, да, должны всегда плохие герои, так, и хорошие герои. Ну вот хорошие, значит, герои, это те, которые находятся в каком-то ожидании, да, то есть они ничего, в принципе, не делают, они вот планируют. Вот хорошие герои, ваши союзники, это те, которые, не зря у нас здесь Емеля, который, я сказала, да, визуализирует, мечтает. Вот это вот как раз такие хорошие союзники, которые умеют, знаете, вот такие вот мечтатели, которые умеют правильно увидеть свое будущее, вот это вот свизуализировать его, прожить, как архитекторы, которые нарисуют, а потом это случается. Ну, то есть для того, чтобы прийти к чему-то, нужно сначала это увидеть, да, что ты хочешь. И вот здесь вот союзники, они как будто бы какие-то небесные художники, которые вам рисуют, сидят на облаках, значит, амурчики, вместо того, чтобы стрелку посылать, им дали партийное задание, чтобы они вот сидели и рисовали ваши мечтания, да, из облаков, то есть как этот мультик просто так, да, когда там цветы дали ромашки, но там был вот эти, еще эту песню, да, облака белоснежные лошадки, вот это вот ваше, да, то есть это союзник, когда из этих облаков придумали белоснежные лошадки, да, придумали все, что я хочу, все, теперь и отправили, пускай они плывут, эти лошадки, в конечном итоге они каким-то волшебным образом, наш Емеля показывает, как, и они этот, табун, да, там, Феррари, тоже лошади, только много, вот здесь вот как-то так вот получается, вот это вот ваш союзник, да, умение находить ответы, да, и использовать правильную визуализацию, преодолевать вот эту вот какую-то свою внутреннюю неуверенность, вот, и самостоятельно, знаете, крутить колесо фортуны, причем самостоятельно, здесь еще трех этих не хватало, как их, нойеры, да, по-русски называются, вот, вот здесь вот одни, одна продлевает, значит, одна создает, другая ее удлиняет, а третья обрезает, вот, здесь вот про это, то есть вы потом стали вот таким вот персонажем, это ваши союзники, хорошо, а ваш враг, ваши враги, опять здесь этот, у нас Геракл был, да, а здесь силовики какие-то выпадают, а, значит, ваш враги, этот, мультик, мультик, вспоминаем, там лев этот, Батифац, или как там его там звали, лев этот, я все имена перебрала, все по этот, ну, сказка, ничего, можно, в этот раз можно, да, этот вот оранжевый, он в каких-то там, лосиных был, полосатых, вот, в цирке выступал, и вот здесь, вот этот Батифац, или как там его звали, лев, да, лев, по-моему, он был, да, вот, он, значит, враг ваш, он, видите, это страх, но он видел вот такого вот льва, но вот этот образ, он не случайный, почему в цирке, да, потому что его нужно научить, да, его нужно как-то оседлать, и, как говорится, приручить, показать ему, кто в доме хозяин, да, там, почему-то вот цирк идет, да, и вот эти вот все дикие животные, они там прыгают через кольцо с огнем, вот, и этот дрессировщик, значит, показывает, поэтому вот здесь враг в контексте страха, враг идет в контексте страха, в контексте вот этого вот льва, вот, и, значит, а чего, собственно, и боится, так это вот, знаете, вот это вот огненное кольцо, и вот перепрыгнуть, да, страшно, перемены, вдруг я прыгну и сгорю, вот, и вот с этим связан страх, да, пойти вот в это вот, вот в эти перемены, пойти в дремучий лес ночью, вспоминаете, да, темная-темная комната, в этой темной-темной комнате есть темный-темный ящик, вот это вот про это, вот это вот ваше, враг, ваши основные действия в сказке, да, что же вы постоянно делаете в этой сказке, вы занимаетесь алхимией, ну, переливаете из пустого в порожнее, вот, ну, на самом деле нет, в сказке вы делаете волшебство, да, творите волшебство, воду мутите, хочется, хочется сказать, здесь что-то связано с водой, так, какую бы сказку, вспоминайте, какая сказка с водой, где там что-то из чего-то превращается, да, ну, в принципе, джин, но он в кувшине, да, там, правда, воды нет, он сухопутный, но, это, а, золотая рыбка, вот, что вы делаете, да, вы нашли вот эту золотую рыбку, и, это, говорите ей, как это, в сказке, да, про золотую рыбку, не хочу быть такой, хочу быть вот другой, вот, и каждый раз, когда что-то там придумываете, да, приходит вот именно исцеление, да, каких-то вот этих вот, страхов, прошлых каких-то травм, поэтому на протяжении всей своей сказки, да, вы исцеляете по собственному желанию, по моему хотению, по моему велению, вот, исцелись, вот, а что именно, а здесь этот, опять-таки, сказка про конек, горбунок, ну, Пушкин вообще молодец, все вспомнила, когда, значит, этот, опять-таки, Иванушка дурачок, прыгает в костюм, только дурачок мог бы прыгнуть, да, в горящий костюм, и выходит, а тут добрым молодцем, таким, красивым, исцеляете на протяжении всей сказки, вот эти вот разочарования, Геракл свалил, вот, и, и вы об не остались, вот, вместо того, чтобы рыдать по Гераклу, появится ли этот, мачо с кубиками или нет, вам нужно стоять на своих собственных ногах, то есть заниматься именно вот этим волшебством и исцелять от разочарований, да, закрываться, да, закрываться от фантазии и мечтаний, да, то есть прекрасного воображения, но не все время надо еще и что-то делать, да, а куш-то хочется, лошадки лошадками, а в желудке песни поют романсы, да, так, совершаете вы вот эти вот всевозможные волшебства, а для чего вы это все совершаете, вот давайте посмотрим, для чего же вы лечите это все, ну, потому что через это вы непосредственно идете дальше, пришли к вам это, как этот, Христос, да, пришел больной, слепой, ушел зрячий, умер, он его, значит, возродил, причем вы это делаете, да, именно своим собственным сердцем, да, но для того, чтобы совершать волшебство, ваше сердце должно быть исцелено, поэтому исцеляя других людей, вы, других персонажей, вы исцеляете сами себя, то есть через них, да, метафорично вы какие-то свои части исцеляете, для чего, для того, чтобы, ну, это, этот вот ваш путь развития, ваш путь становления себя, вы приобретаете некую такую мудрость, хоть и движетесь по жизни, как королевишна, но неуверенная королевишна, да, а вдруг я там это, на своих каблучках, да, не туда ступлю, каблук залезет, куда не надо, и я ножку подверну, я неуверена, иду так, осторожненько, осторожненько, шаг за шагом, для чего вы совершаете, для дальнейшего движения, роста, да, ну, то есть через это вы познаете себя, а, чему вы научитесь в завершении, вот этой вот нашей сказки, там этот Геракл появится или нет, ешкин кот, чему вы научитесь в завершении, ну, обретете, обретете шанс и возможность, 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 стать, как золотой рыбки, как мы говорили, да, в конечном итоге, не чтобы стать снова старухой разбитого корыта, а, ну, за секунду до этого остаться на, там, я не знаю, кто там, цареверсная, королевная, не знаю, кто там выше по статусу, вот, остаться, чтобы хватило ума, да, и не стать снова старухой, а вот за момент вовремя остановиться, да, поэтому вы научаетесь принимать правильные решения, оставлять позади, трансформироваться, да, то, что уже не нужно, вот, неуверенность, вот, ваша вся сказка, она про неуверенность, чтобы стать вот этой вот королевишной, с деньгами, вот, но здесь вот вас учат, тому, что, чтобы вы не хитрили, да, то есть ваша хитрость, ваш обман, он из-за ваших страхов, то есть вам нужно в конечном итоге одержать победу над своими собственными какими-то страхами и перестать, вот, как-то себя хитрить, что я не иду дальше, почему, потому что я боюсь, да, вот здесь вот как будто бы внутреннего своего дракона в пещере надо победить, это как этот, как этот детский фильм был «Хозяйка медной горы», о, вспомнила, аллилуйя, «Хозяйка медной горы», да, то есть вы побеждаете внутри себя, вот в этой горе, в этой пещере, да, своего, дракона, да, вот это в виде страхов, теней, ночью, все такое, вот, и становитесь хозяйкой медной горы, у которой есть все эти самоцветы, да, и камешки-брюлики, все самое драгоценное, все самое лучшее, вот, поэтому, чему вы научаетесь во всей этой сказке, да, то есть все это вам как раз-таки показывает умение преодолевать, преодолевать то, что вы придумали, преодолевать то, что иллюзорно, преодолевать то, что вас пугает, вот, и всех этих фантастических героев, как заканчивается сказка, вот я не закончу расклад, пока не пойму, придет этот брутальный с кубиками или нет, как заканчивается ваша сказка, троечки, вы идете дальше, вы идете дальше по пути, потом опять отдохнули, потом начинаете веселиться, то есть каким-то весельем заканчивается ваша сказка, да, какими-то первыми победами, но приходит ваш этот Геракл, сама себя наказала, приходит ваш этот Геракл в лице короля кубков, да, таким любящим, всепонимающим, да, я стал мудрый, я все понял, я дам тебе то, что тебе нужно, да, вы уже, ну, куда же без дьявола, куда же без этого, Горыныча, не, это не Горыныч, кто у нас, дьявол, это это, сфинкс, сфинкс, который загадки загадывает, да, дьявол у нас как сфинкс, который загадки загадывает и говорит потом, если не разгадаешь, я тебя брошу в пропасть, вот, и вот здесь вот, как раз к истории-то заканчивается тем, что этот приходит-то товарищ, с любовью, с праздника, с весельем, вот, но загадка наша по сфинксу, говорит о том, что нужно делать, чтобы прекращать, лежать на одном месте, да, как Емеля на печи, нифига не делать, а начать уже как-то двигаться, уже переродиться, как это, в коньке, в коньке, горбуньке, да, уже переродиться из доброго, из Иванушка-дурачка, в доброго молодца, да, который уже красив, может двигаться дальше, у него все горизонты перед ним открыты, то есть здесь вот нужно вот эту вот загадку по сфинксу как-то разгадать, вот, и переродиться, переродиться в действующее такое лицо, и только вот тогда появится, появится этот персонаж, вот, но появится он без баблишка, а появится он без баблишка, конечно, ему же не заплатили, он столько работы сделал, да, там целых 12 этих подвигов, вот, а золотое руно не дали, свистнули по дороге, вот, и тут появляется, значит, сверху, товарищ с дудкой, и говорит, в горн свой зовет, и говорит, вот ты это вот заслужил, а почему заслужил это, да, потому что вот не, не поработал хорошо, да, не поработал над собой здесь, да, потому что главная задача была, ведьмечки в чем, стать независимой, да, раскрыть в себе свой вот этот вот потенциал, свои собственные способности, не привязываться к нашему Гераклу, и так, это вот, вот это вот урок, да, здесь урок непосредственно по ценности себя, да, то есть наша сказка говорит о том, что здесь не завершение, здесь сказка не завершается, здесь такое ощущение, что она выходит заново на новый, на новый виток, и вот как будто бы по сценарию одно и то же, одно и то же до тех пор, пока не проработает, здесь ощущение того, что сказка вот ну не завершается, она как будто бы пишется, постоянно пишется заново, да, заезженная пластинка, все никак нет, какой здесь урок надо было пройти, да, ну вот урок завершения, урок завершения, пойти в новый, не завершаете, да, как-то вот нету движения дальше, не завершаетесь, как-то вот не приходите к внутреннему примирению себя, не получается выстроить вот эту вот основу, да, ну в конечном итоге так должно быть, да, понимаете, то есть вот то, что мы говорили, что все богатство внутри вас, понимаете, вот как только вы это осознаете и прекратите совершать вот эти вот подвиги Геракла во внешнем мире, а осознаете, что на самом деле вы их сами создаете, то есть у вас здесь получается с одной стороны, одной рукой я создаю все эти трудности и сложности, а с другой стороны я как будто бы борюсь с ними, и это вот замкнутая круга, здесь нужно понять, что не нужно их создавать, да, чтобы потом не бороться, а нужно понять, что внутри, вот вам к целостности себя надо прийти, вот здесь вот такая, да, вот эта вот мудрость, мудрость по отшельнику, научиться взаимодействовать с самим собой, по шестерке педакли, найти, обрести вот эту вот мудрость внутри себя, не разгадывайте вы пока загадки по сфинксу, и поэтому сказка продолжается, вот на такой основе и идет дальше, неважно по еще одному кругу, по пятому, по десятому, неважно, в конечном итоге вы приходите, конечно же, ну мы же здесь типа это, под праздники на фиателе, да, волшебство, здесь же мы придумали, то столько лошадок, что зря стали, перевели облака, вот, и поэтому вы придете, придете в конечном итоге, кто-то раньше, кто-то позже, но вы придете к этим осознанию, к пониманию себя, да, вот именно к единению себя, к осознанию, кто вы и что вы, вот, вот такой вот у меня был для вас сегодня расклад, надеюсь, вы повеселились, посмеялись вместе со мной, потому что захотелось сделать что-то такое легкое, вот остался у меня отпечаток про расклад о наших детских мечтах, что вот не все меня радовало, вот, ну ладно, не важно, сегодня я повеселилась, да, я и для себя делала этот расклад, и тоже радовалась и смеялась сама над собой, да, как всех одиночка, вот, надеюсь, вы тоже повеселились, у вас будет прекрасное настроение, в прекрасном настроении вы напишите идеи, как называется ваша сказка, кто ваши персонажи, мы помним, что все персонажи, это наши внутренние части, то, с кем мы боремся, самим собой, тот, кто нам помогает, это мы сами, это наши качества, вот, и если вы, действительно, как я говорила вначале, с ручкой бумажки сядете, все это распишите, запишите, найдете это в себе, увидите себя со стороны, немножко иначе, да, многое, возможно, поймете, вот, ну, главное, чтобы не огорчались, а веселились по жизни, потому что жизнь интересная штука, когда умеешь ее проживать, а я поздравляю вас с наступающими праздниками, у нас уже сегодня Рождество, нет, это не католическое, это христианское, Греция является христианской, православной страной, вот, не католической, но сейчас не об этом, а почему мы празднуем в другой день, потому что у нас есть разница в календарях, вот, и вся, в принципе, разница с Россией, в России праздники те же самые, что и у нас в Греции, но на 13 дней позже, чем наши, по другому календарю вы празднуете, но в любом случае, поздравляю вас с наступающими праздниками, празднуете вы их или нет, да, желаю вам всего самого наилучшего, всего самого приятного, рада новым подписчикам, благодарю старых за верность, за преданность, я с вами прощаюсь, до новых раскладов, пока-пока!